Матерей. И не нужно среди женщин ходить сильно. Должен строго следовать. Матерей. Я хочу, чтобы... Кто? Нандан Прабул. Что-то рассказал. Поздравляю. Я хочу, чтобы... Поздравляю. Я хочу, чтобы... Поздравляю. 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 Я приму преданного и дам ему путь к освобождению. Многие преданные совершают парикраму вокруг Вардхана, но кто такой Гираж Махарадж? Мы иногда слышим, что Гираж Махарадж был проклят, но также мы знаем, что преданные и богованы никогда не могут быть прокляты. И в то же самое время мы можем наблюдать, что на Гираж Махарадж так много красивых рощ и пещер, и все лилы соглашаются в этих местах, рассолила через Кришну с Вардхагопи. А когда Кришна хотела разрушить эго Индра, он поднял Гираж Махарадж. Гираж — это одно из проявлений богованы, одна из его форм. В Святых Писаниях также говорится, что существует три типа лучших преданных. Это Утхав, Юшништир, Махараджи, Гираж Махарадж. Но только Гираж Махарадж может устраивать сладкие лилы Ширадхи и Кришны, все секретные и сокровенные лилы, которые совращаются. Это не способны ни Утхав, ни Юшништира, Махарадж, возвышенные преданные. А если вы почувствуете грязь, вот эту вот глину на Гираж Махарадж, она такая мягкая, вы посмотрите на кунджи и пещеры, они тоже такие сладостные. Сам Гираж Махарадж — это одна из форм богованы, но он ведет себя как преданный. И он организует сокровенные лилы Ширадхи и Кришны, потому что это необычная гора. Мы сегодня ходили вокруг Гиража, Махараджа и молились всему. Пожалуйста, проливилась на нас, чтобы у нас была хотя бы капля этих лил, которые ты организуешь в своих рощах, проявилась в нашем сердце. Гираж так много всего предоставляет коровам, целятам, воду, траву, но самое главное, что он делает, это он организует лилы Ширадхи и Кришны. Итак, он один из самых возвышенных преданных Господов, и мы этому ему очень удачливы, что мы можем завершать барикадж. Кроме вокруг этого Гиража. И чтобы прославить Гираж Махарадж, Ачари, также приходят в этот мир, и только благодаря им мы можем узнать о славе Гираж Махараджа. Хотя у каждого Ачари немножко все равно разное настроение и разные речи мы можем подумать, но они дают одни и те же представления. Гираж Махараджа Ачари Махараджа Ачари Махараджа Ачари Махараджа Ачари Махараджа Ачари Махарадж Ачари Махараджа Ачари Махараджа Ачари Махарадж Ачари Махараджа Ачари Махараджа Ачари Махарадж Ачари Махарадж Ачари Махарадж Внутреннее значение, что у вас есть особая привязанность с Клодосным стопом Кришном. А внешнее значение, что у вас больше нет привязанности к объектам чувств. И так же он океан выбрала Махарадса. Сейчас Шилавана Махараадж воздаст по шпанчану удастсям стопам Шилагоракширдас вабаджи Махараджи. Аминь его чаданалая ат�навани terлаваи крит Livy Критля и recreational предупреждения. Ванха ORS вибраце счастливаа Продолжение следует... 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 Каким образом нам показывает это речение Максимун Токум, седьмой госвами, у него были очень дружеские отношения с Горик Шуртас Бабаджи Махараджем. Они всегда обсуждали духовные темы. Если мы можем посмотреть внешне на Горик Шуртас Бабаджи Махараджа, то можно подумать, что у него нет материальной квалификации, образования, но внутренне. Он был очень большой ученый, с полной духовной преданностью и на собрании больших бандитов, больших ученых. Он был бхагават спикер. Он был большим ученым санскритом и произносил шлоки из бхагават. Там очень красиво. Тысячи людей хотели послушать от него Шриман Бхагават. Игорь Шуртас Бабаджи Махараджи на этом собрании говорил, «Гакубова Сиддханту вы не говорили здесь». Это все неправда. Почему? Потому что тот ученый просто говорил Сиддханту, он говорил с заключением с Шастер. В Горг Шуртас Бабаджи Махараджи он показал пример отлечений, как следовать Сиддханту. Для преданности вам не нужны никакой материальной квалификации, образования, татва и садханта, она проявится вашим сердцем. Горько, что Баба Джима Харайдж совершал баѓен таким образом, области нам не совершали, области нам не совершали. Я хочу сказать, что это такое, попробовать. Я был очень хорошим астрологом, он обучался в университете Калькутта Закончил там в культет астрологии Закончил там в культет астрологии Говорил, что мы пришли к материальному миру не для того, чтобы смотреть сколько звезд на небе, в ком положении находится луна А лишь для того, чтобы совершать преданное служение и ресничать на стоп Ширадхи и Кришне Закончил там в культет астрологии и в культете грунтов, прожище угнавать Он был великим ученым, что его хотели назначить на пост в университете по астрологии, когда он пришел в Курикшар Дазбабджи Махараджи, чтобы получить мантры, очень смиренно его сказал. Что ты такой разумный, ты учился в университете, ты одна из аватарской свати, а я даже не знаю, как писать. Что ты даже можешь быть во главе факультета астрологии, как я могу тебя сейчас чему-то обучить. Но Сарсалти Прокопат несколько раз к ним приходил и молил о том, чтобы он принял его в свои ученики. И в конце концов он сказал, что если Курикшар Дазбабджи Махараджи не даст мне дикши, то я больше ничего не буду есть. Когда Баксон Такур пришел, Курикшар Дазбабджи Махараджи, чтобы упросить его о дикши для своего сына, иначе тот умрет. В то время Курикшар Дазбабджи Махараджи сказал, что вначале я спрошу, если они не разрешат, это только тогда я дам дикшу. И на следующий день он сказал, что ой, я забыл спросить. Когда на следующий день Махараджи спрашивал, спроси мне, да. Он сказал, да, они мне разрешили. Так же, как мы слышали о народах Дазбабджи Махараджи, как он принял дикши мантру Аталаканат Хадас Гасвага. И как очень строго он обследовал служилочками, услуживцами. Как мы можем познать, что это за дерево? По его фруктам, его плодам. Дамадар, покажи, что тут происходит. Но сейчас он нас вошел, не таком. Есть Анукаран, а есть Анукаран. Анукаран означает просто копирование. Анукаран это следование по-настоящему. Поэтому преданные совершают Анукаран, они следуют, а не просто изображают какие-то действия. Но Бабаджи лишь для своего материального обогащения. Они одеваются, понимают себя к Бабаджи. Но Горг Крин Аславчим Ахараджи, он жил очень возвышенной жизни чистого преданного. Горг Крин Аславчим Ахараджи. Горг Крин Аславчим Ахараджи. Горг Крин Аславчим Ахараджи. Она служит Кришну, ты не должен ей наслаждаться А если будешь ей наслаждаться, то ты сгоришь до тла Может, это когда-то встречаться с Кришну, да, если ей это... Ой, сейчас я сразу стал называть Сеудиди А если ты будешь здесь, то точно не стал благословен, откуда, если ждать с божью Махараджи Просто убежал Аи, Анахарати, Анахарати, Северная ма ха за кадра Ааа, что видно, Анахарати Махараджа, вы не встали Что vertexая. Анахарати, а вы не встали Кто-то пришел к городу Махараджи и сказал, ой, я купил землю в Дхаме, а на что, Горшина Сбабжи Махараджи, в гневе я сказал, как ты вообще можешь такое говорить о Дхаме, как ты можешь купить ее, ведь она один клочок земли, подобен гневе. И так же он пел этот киртан, как ты хочешь купить ее, как ты можешь купить ее, и он сказал, что в Азератии купил все. Я не делал его своим гуру, лишь просто получив мантру, внешним образом. Я предался ему, следуя его внутренним настроениям. Сейчас Махарад ждал шахарную одежду Брахмачари. Что за значение этих одежд? Спасибо за просмотр. что нам нужно эти чувства только же испытывать, одевая одежду и цветами логи, чтобы мы в привязанной с кодосной местопомощи матератики в день в тот день увеличивались моим сердцем. И Шмар Махапрабула дал такое улучшение живо-материального мира, что каким образом садхак может достичь агрессии и преданности. Если жена никогда не встречалась со своим мужем, то как она может чувствовать разлуку с ним? Так же и Ачарьи наши говорят, что Випролампа — это такая разлука, которая превращает встречу, делает встречу полноценной. Так мы можем развить такие отношения с Кришной лишь по милости Курупада Падме, который требовал нам дикшам мантры и эти мантры и мантры отмещений с Господом. На этом я закончил. Когда у нас будет полная вера в Гуру Дева, когда у нас будет полная вера в Гуру Дева. Випролампа — это неопределимое желание служить только Кришне. И Гуру Дева видит это желание в сердце своего ученика. Ачрамм Натиртана — это подобная воде и удобрением, которое мы подпитываем нашу бакцикрипу, бакцелату, только тогда она будет прести и давать свои плоды фруктам. Поэтому у нас должна быть очень сильная вера в отношении Гуру Дева. Шлегу Рагашон Грязвабаджима Харач, в своем мантре говорится «Випролампа». В Ачаре они показывают, что за такое настроение разлуки, что за особенность этого настроения. Так что, руку по словам, Шанат Грязвабаджима Харач, Кришне Харач, они очень дают прекрасный комментарий, о том, как это настроение разлуки может увеличиваться и увеличиваться в нашем сердце. Потому что, если вы что-то получите, а затем вы потеряете только тогда, вы сможете его прочувствовать. Когда вы получаете что-то очень ценное, а затем вы резко это теряете, только тогда вы сможете почувствовать разлуку с этой вещью. Если у кого-то лишь один ребенок, или кто-то умирает от заболевания, то мы можем видеть, как волцы от родителей после смерти. А потом приходит католичность и оживляет этого ребенка. За что мы можем видеть, что... Эти родители будут снова плакать, только раньше они плакали от горя, а сейчас будут плакать от радости встречи. В начале говорят, что разлука — это одна из самых различных вещей. Это одна из самых особенностей. Так же, Гургишурданск, Баджи Махараджи. Мы снова и снова молимся и предлагаем Прадаму на ваших стопах, что он придет на нас свою милость, и мы тоже почувствуем это настроение надлуки в своем сердце. Аджея Криснады, Сейчас мы слышали от Паджипад Бадмахараджа, как и его мадрикарсаке, а вадрикубосновки себа-карсаке. Каждый благословен Сенен-Упама, который принял шофрад сегодня только что. Он оставил любовь в двух местах одну, в реке Падме, для народов Достокура. Продолжение следует. Санатан Гасарда говорит, что приема и смирение — это синонимы. Горький Шардасович Махарадж в своем смиренном настроении всегда говорила, что я не могу служить лотосным стопам, лотосной пыли дхаму должным образом. Я хочу, чтобы однажды, когда я умру, чтобы пыль дхамы покрыла мое тело. И тогда другие бабочки после смерти Горький Шардасович Махараджа хотели его тело привязать и на телеге провести, чтобы оно было полностью покрыто в пыли дхамы. И тогда пришел Сарасвати Прабхупада, он сказал, я истинный ученик Горький Шардасович Махараджа. И только я могу прикоснуться ко мне и уложить его в самадхи. Поэтому он сказал, что если тот, кто не следовал прахмачари, один год могут коснуться, потом он все уменьшал. В шесть месяцев, в три месяца, в итоге один день. В итоге никто из Бабаджи не смог ответить на это. И тогда он сказал, если хотя бы кто-то не думал о женщине, последнюю ночь он может прийти и коснуться его тела, но не было такой личности среди Бабаджи, которые бы этого не делали. И тогда все ушли. И Сарасвати Прабхупада уложил в самадхи Горький Шардасович Махараджа на берегу Ганги. И потом, через какое-то время, Ганга насмелилась в свое направление. И Макцебрагьяна Кешавка с вами Махараджи вместе с двумя одними, с которыми своими братьями, они перенесли тело Горький Шардасович Махараджа в читание Матхи. На все итальяне- viных, в свою очередь, гаджи Ганги, Сарасвати, Махараджи, Иисус Махараджи будет вылезнен в решении. Он должен был в свое родное снильпы Ганги. Дали и снильпы Ганги. Когда он чувствовал голод, он ел перенос берегов Ганги, чтобы не чувствовать желание сгушать прекрасной вкусной пищей. И из-за этого он слеп, что бы ему не давали, он все ел, ел даже испорченную пищу. Он хотел прикосноваться к кресу. Но одна женщина ему сказала, о, пожалуйста, не трогай эту пищу. А одна змея уже прикасалась к ней. На что он сказал, ты подобная змея, ты даже более ядовитая, чем эта змея, потом убирайся отсюда. Это не означает, что он должен быть неуможительным к женщине. Нет. Это просто означает, что женщины не должны беспокоить брахмачари. И однажды, один король пришел в Горакширдазбе в Мухараджо. И он хотел ему пожертвовать. И так, сейчас мы прерываемся, мы должны взять цветы и у ребенка день рождения. Надо его поздравить. И еще одна женщина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Торзок 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 Слава Харинама, она настолько возвышена, что не хотел слышать никакую другую личность, поэтому он уходил в туалет, забивался в туалет и отрекался от всего материального мира, чтобы его никто не нашел. Он там повторял Харинам. Тогда Бхакти Проген Накеша Махарадж приходил туда и сказал, что я очень не вшила сразу с Прабхупадой, только тогда он открыл дверь. Проген Накеша Махарадж говорил, что так много проблем пришли в мою жизнь, люди пытались убить Шрилла и срисоваться Проген Накеша Махарадж. Что сделал Барам Гурадев? Он рисковал своей жизнью, чтобы спасти Шрилла Прабхупада. Есть два вида Вайраги, одна есть внешняя и внутренняя. В Писании говорится, что даже есть пять видов Вайраги. На самом деле, что вообще за значение слова Вайраги? Как Махарадж говорил, Вишеш, да, у вас это особое привязанное с Котовским стопам Шриллядха и Кришны. Потому что вы не можете насильственно световать Свараги. Когда вы приходите в преданность, когда у вас будет полная привязанность к Котовским стопам Шриллядха, Сварагада, потому что до тех пор, пока вы не почувствуете возвышенный вкус, вы не сможете оставить материальный вкус. Потому что иначе у вас будет ошибочная Вайраги, неистинная Вайраги. И он всегда пел такие-то Котхагу Прима Мой Рады, Рады, Рады. И в настроении разлуки Ваши Радхи и Кришне Бабаджа Махараджа лишь воспевал этот киртан и искал Инсанадо Прабху, читали в Махапрабху Инсанадо, где Майратха, где Майкришне. Такое у него было настроение, поэтому его называют. Он створенное божество Вараги. Это же как Махарадж говорил. Как вы можете познать, что это за дерево по его плодам и что за плоды дерева Бабаджи Махараджи? Это Шила Прабхупада. Веды, они очень важны, потому что лево Вед исходит в Багава. Он тоже подобен Раса, а Расу это вкушают в Раджи Аблоке. Прабхупада Махараджи Махапрабхупада Прабу сказал, что в каждой деревне, на каждой дороге, каждая улица будет повторяться с Витамина. Яじлова, пристра, причина, причина! Говорил, что если Возьмите особенность всех ачарьев на одну чашу весов и на другую чашу весов Слава Шрина Прабхупада, Сарасвати Прабхупада, увидите, что Шрина Прабхупада Слава его, она перевешивает всех, его особенность, если быть точнее, потому что он установил храмы В каждой деревне, в каждом городе, в каждом доме, каждая джива Она должна принадлежать Гаудия Мадху Таково богосновение Шрина Прабхупада, потому что та преданность, которую мы можем иметь сейчас в сердце Это все благодаря Шрине Прабхупаде Такова особенность Шрина Прабхупада Слава же Махараджа, удоверяя Мухам помощи Шрина Прабхупада Слава Прабхупада Да, внешне можно подумать, что Шрина Прабхупада Он пошел против своего Гурдева Потому что Гурек Ширдас, почему Махарадж говорил, что никогда не покидай Пхаму Никогда не уезжай в Калькатту, потому что что такое Калькутта Это город Маэ Но сейчас Шрина Прабхупада, где первый свой Мадх открыл? В Калькутте Да, вы можете видеть, что мне Шрина Прабхупада идет против желания своего Шила Гурдева Но разве это правда, что он пошел против учения своего Махараджа? Что он делает? На самом деле, что он следует наставлению Гурек Ширдас Баджи Махараджа Потому что он устанавливает его учения, открывает этот матр Потому что каково желание Шигуры Варги Чтобы учение Шилам Прабхупада проповедовалось повсюду, по всему миру Гурек Ширдас Баджи Махараджи Махара Еще урок Ширдас в очень харадж оставался лишь на одном месте совершал Баджи Махараджа Но Шила Прабхупада открыл так много Мадхов и проповедовал в различных местах Таких многих местах Каких многих местах что когда я покину то тело, то мое желание, чтобы тело привязали к Тенеге и пронесли по всей Дхаме, а в конце концов его выбросили в реку Ганги. Когда так называемые Бабаджи пытались последовать этому, он сразу же помешался в это место и остановил это действие, потому что наши ачарьи преданы, не всегда хотят получить пыль с лотосной стопдхамы. Когда Харьдаста Кур покинул тело, что сделал Штали Махапрабху? Он сам взял его на руки и уложил в Самадхи. Он установил очень возвышенную философскую историю. Он установил очень возвышенную философскую историю. Материал, люди материалами, они на самом деле ничего не понимают в этом, потому что внешне можно подумать, что он не следует своему Гурдеву, но на самом деле он руляет нужное настроение своего Гурдева. Бабаджи говорит, что тот, кто совершает баджан, он не должен разделять ничего. Ведь где он может лежать? Он совершает баджан повсюду. Так много орех, с которых он может пить. Как ты будешь есть? Есть рукой. Где будешь спать? Спать на земле и подушкам будут служить твои руки. Потому что после того, как ты умрешь, тебе нужно церемонию завести. Но что-то с твоим телом можно делать. Просто выбросить ему нулиганку. Это как отреченный человек, не двуличный, должен совершать баджан. Все это описывается в Шиманбага. В этом мы можем убедиться также на примере Шилагорик Ширда с Бабаджи Махаровичем, что всю свою жизнь он проявлял пример полного отречения. Сегодня мой день ухода, и очень тяжело для нас следовать тому, что это не наше, потому что мы очень обусловлены, и наше состояние очень низко. Кто-то спросил Прабхупада, почему вы такие красивые граммы строите? Прабхупад говорит, что я не для себя это строю, а лишь для вас. Потому что люди из материального мира не привлекутся, если храмы будут неудобные, некрасивые. И как вы можете привести людей в преданность? Те, кто сейчас еще не готов к этому. Вы можете привести в красивые храмы, в полное удобство. Здесь очень хороший кистхаус, горячая вода. Если бы у вас не было такого комфорта, то что? Вы бы, возможно, и не приехали на парик к Крыму. Все это организовано нашими ачарами, чтобы очень медленно и просто мы пришли на путь преданности. Медленно, но верно. И поэтому мы должны следовать учения Учения Гори Кшардас Бабаджи Махараджи. Должно быть целью нашей жизни. Мы также молимся, чтобы в этот день у нас проявились те качества, как он совершает баджан. И вы полностью себя посвятили всю свою жизнь. И очень рады, Крыш. Сегодня утром 6 часов утра, мы вышли из храма, и завтра также мы выйдем в 6 утра на парикраму. Завтра завтрака не будет, ты, пожалуйста, ничего не принимайте с утра, также допьешь мапанчика, вы не должны ничего есть. Это спирог. Он заказан и приготовлен по нашему газу, поэтому нет проблем его покушать. Письма панчика, она 5 дней, но здесь, в этом году он даже 6 дней. Это очень особенный год, через каждые 20 лет происходят. Письма панчика, она 5 дней, но здесь, в этом году он получил все 6 дней. И тогда он получит плоды всех в месяц в 14 минут. Ну, постарайтесь повторять больше харинамов. Письма панчика, она 5 дней, но здесь, в этом году он получил все 6 дней, но здесь, в этом году он получил все 6 дней. Письма панчика, она 5 дней, но здесь, в этом году он получил все 6 дней. Письма панчика, она 5 дней, но здесь, в этом году он получил все 6 дней, но здесь, в этом году он получил все 6 дней. Письма панчика, она 6 дней, но здесь, в этом году он получил все 6 дней, но здесь, в этом году он получил все 6 дней. В этом году он получил все 6 дней. Уже нужно есть только то, что предлагают прану. Нужно спать в прану в бурту около 4 часов. Вы посещаете Мангаларыце, а если вы не в Краме сейчас находитесь, то вы должны сами запоздравлять Мухаммадру. Что мы говорим о Краме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok